Привет-привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Саша и канал Жизнь в Киеве. Сегодня 1 августа 2024 года и у нас ожидается традиционный интересный выпуск. Сегодня у нас отмечается Медовый Спас. Обязательно расскажу вам вкратце историю данного праздника, а также, что можно и нельзя делать в этот день. Поговорим с вами о военной обстановке в городе Киеве. У нас сегодня в ночное время было несколько воздушных тревог. Обязательно узнаем причину и расскажу вам, что же сегодня происходило. По традиции еще поговорим о погоде. В общем, не переключайтесь, дорогие друзья, будет очень интересно. Быстро, конечно, пролетел июнь и июль. Вот уже наступил август. Если честно, вообще незаметно. Пишите в комментариях, вы успели уже куда-то поехать за лето или только планируете. Вот буквально остались последние месяцы. Вот видим помидорчики по 40, по 150, виноградик 120, голубик по 140. В общем, очень разные цены. Кстати, вчера снимал на ярмарке на Дарнинской площади. Обязательно посмотрите вчерашний видеоролик. Будете в курсе всех цен, актуальных на данный момент в Киеве. Там было мясо, сало, яйца, овощи, фрукты. В общем, очень интересный выпуск вчера получился. Он уже там, по-моему, около 5000 просмотров набрал. Поэтому, дорогие друзья, кому интересны цены на данный момент в Украине, то посмотрите вчерашний ролик. Еще сегодня планирую зайти в самый большой Ашан Украины. И также посмотрим вкратце акции и цены на популярные продукты питания. И давайте поговорим о погоде. Сегодня в Киеве до плюс 29 градусов. Довольно теплая погода и очень комфортно находиться на улице. А в субботу у нас обещают дождь. Вот. И похолодание до плюс 24. Поэтому, если вы в субботу запланировали куда-то пойти в выходной день, или поехать, возможно, то берите с собой зонтик. И, возможно, даже кофточку. Потому что будет прохладно. И давайте поговорим по поводу военной обстановки в городе Киеве. За ночь у нас было суммарно 3 воздушные тревоги. И, исходя из официальной информации воздушных сил Украины, ночью было уничтожено 7 ударных беспилотников. Типа Шарот. Это шахеды. Вот такая у нас неспокойная ночь. В очередной раз, к сожалению, многие киевляне не выспались. Кто-то, конечно, реагирует на сигналы воздушной тревоги, кто-то не реагирует. Но я, конечно, призываю вас реагировать, потому что это все очень серьезно. И, к сожалению, обстрелы происходят довольно часто. И прилететь может куда угодно. Поэтому себя нужно беречь, дорогие друзья. А также своих родных и близких. И давайте скажу вам несколько слов относительно ситуации с электроэнергией. Слава богу, за последние сутки отключений света не было вообще. То есть электричество было на протяжении 24 часов. Это действительно настоящее счастье и радость. Вот генераторы теперь уже не нужны. Сейчас гуляю вместе с вами. И мешает только немножко ветер. Вы, наверное, его слышите. Слава богу, нет уже такого шума генераторов. Вот также видим шаурму. Продается стандартная 115. А большая 220 гривен. Хат-дох с молочной сосиской 110. Вот можно также фалафель скушать. Это такие котлетки в лаваше. Когда-то пробовал. Очень вкусно. И давайте расскажу вам о сегодняшнем празднике. Сегодня, 1 августа, православные украинцы чествуют перенесение честного креста Господня по новому церковному календарю. В народе этот день называют медовым спасом или маковеем. Праздник перенесения креста Господня пришел из Византии, из Царьграда. Его суть состоит в том, что часть креста носили по городу, чтобы очистить его от эпидемии. Воду освящали, чтобы она была чистой. В Киевской Руси этот обычай превратился в крестные ходы к водоему. Где после освящения воды люди купались сами и омывали скот, чтобы избавиться от зла и предотвратить болезни. На богослужении в этот день крест выносят на середину храма. А после литургии проводят водосвятение. В этот день церковь чтит память семи мучеников маковеев, а также их матери Соломонии, погибших за веру в 166 году до н.э. Они отказались поклоняться языческим богам, за что были казнены сирийским царем Антиохом Епифаном. В народе этот день называют медовым спасом или маковеем. Верующие освящают свежевыжатый мед и лекарственные травы. Эта традиция происходит из тех времен, когда современных лекарств еще не было. И люди лечились травами, которые обязательно освящали в храмах. Еще в этот день начинается двухнедельный Успенский пост, который проходит до 15 августа. И что нельзя делать сегодня? Нельзя ходить... Ну, это народная, конечно, традиция. Можно относиться к ним по-разному. Но все же они имеют место быть. Нельзя ходить босиком по росе, поскольку считается, что это слезы Богородицы. И нарушение этого запрета может принести несчастье. Избегайте старую и неудобную обувь, чтобы не натереть ноги. Ведь это может символизировать трудности в жизни. Еще сегодня нельзя стричь волосы. Особенно девушкам. Нужно избегать ссор, особенно с семьей. И не желать зла врагам, чтобы не привлечь негатив. Также нельзя пользоваться иглами, ножами. И даже хлеб лучше ломать руками. Вот такой сегодня интересный день. Еще сегодняшняя погода символизирует, какая у нас ожидается осень. Сегодня вроде солнечно, хорошая погода. Будем надеяться, что осень пройдет так же. Сейчас вместе с вами будем заходить в Ашан. И посмотрим акции, а также цены на популярные продукты питания. Зашел в Ашан. Видим кофейню, кофе лад. Но у нас закрыто. Не знаю, возможно, отошел куда-то продавец. Магазин телефона. Нижнее белье тоже продается. Но нас больше интересуют продукты, поэтому заходим в Ашан. Еще интересный дизайн в виде волны. Прикольно. Можем наблюдать очень большое количество товаров для блокаута. Но, слава богу, сейчас свет есть, поэтому можно пожить как-то без них. Вот свечи по 54. 9.90. Самая бюджетная свеча. Газовая горелка. 1800 гривен. Это что еще? Емкость. Я так понимаю, емкость для... А, газовый баллон. 5599 гривен. Батарейки. 175. Омыватель для стекла. Летний. 49.90. Ашановский. Так, берем по традиции корзинку. И поехали искать классные акции. Я сегодня с Андрюшей. Вот Андрюша. Передавай привет Ютьюбу. Привет подписчикам. И, что у нас тут на центральной аллее, располагаются товары для школы. Вот видим классный дневник. 39 гривен. Вот уже пора потихонечку закупаться в школу. Я школу, конечно, давно закончил. Мне это ничего на данный момент не нужно. И, слава богу, отмучился. Вот Зоша для нот. Тетрадочка. 13 гривен. 50 копеечек. И для своих заграничных подписчиков, напоминаю, 1 доллар у нас сегодня 41 гривна. 1 евро 45 гривен. И как узнать цену в валюте? Нужно стоимость в гривнах разделить на 41 и узнаете в долларах. И на 45 и узнаете стоимость в евро. Андрей, что ты нашел? Интересную тетрадку, да? Да, с машиной. А, это дневник. Ого. Феррари. Эволюция Феррари. Класс. Вот видите, можно на перерывах между уроками почитать историю автомобилей. Класс. Вот смотрите. С 1948 года по какой? 1992. А, еще дальше. Ничего себе. По 2023. Вот. В 2023 году вышла последняя модель Феррари. В этом году, значит, ждем. Вот может кто-то из подписчиков купил себе Феррари. Так что пишите в комментариях. Так, вижу. Тебе понравился этот дневник? Угу. Что еще у нас тут есть? Вот тоже тетрадки всякие разные. Не знаю. Помню, у нас в школе некоторые учители запрещали покупать тетрадки с рисунками. Потому что рисунки могут отвлекать от предмета. Блин, ну как не купить тетрадь вот с таким рисунком? Смотрите. Какой классный дизайн. С тортиком. Вообще. Сейчас, конечно, на тетради на любой вкус, цвет их кошельок. Вот футбольная с футбольным мячом. Смешка. Вот физика. Физика – это природная наука, которая дослежит загальные властивости материи и явища них. А также выявляет загальные законы, которые керуют этими явищами. Это наука про закономирности природы в широком сенсе всего слова. Класс. Пишите в комментариях, какой у вас был в школе любимый предмет. Или же есть, может. Кстати, видим телевизор. Он стоит 8 499 рублей. 8 499 гривен. И похожий телевизор, тоже 32 дюйма, продавался на барахолочке в субботу за 2000 гривен. Представляете? Вот 50 долларов можно было купить такой же телевизор. Он тоже был новый, с документами. Реально. Здесь 8,5, а на барахолке 2000. И он даже был с документами. Представляете? Классная. Классное было предложение. Но я его не купил, потому что телевизор у меня есть. А просто так отдать 2000 не особо хочу. Ну, я телевизор, если честно, не смотрю. Он у меня просто стоит как декорация. Уже давно не смотрю телевизор. Вот очень давно. Видим подарочный набор для школы. 1345 гривен. Вот всякие пеналы. 300 гривен. 319 с котиком. Класс вообще. Если бы я был семилетней девочкой, я бы сейчас его купил. Так. Что мы видим? Чехол для бассейна. 685 гривен. Ого! И взгляните. Висит вот на потолке бассейн. Интересно, как его туда прикрепили. И самое главное, зачем? Ну, хотя зачем, наверное, это понятно. Чтобы привлекать внимание. И его купили. Они в целом, маркетологи, добились своей цели. Вот. Я на него обратил внимание. И он стоит 1900 гривен. Классный семейный бассейн. Так что, кому интересно, приходите, покупайте. Восан. PS5. PlayStation, Sony. Сколько детства? 2300. 2300 гривен. Это сколько? 50... 55 долларов. Hitman. 1600. 1600, да. Браво, вот еще. Ну, да. Наверное. А игровая консоль. Вот 25 тысяч. 22 тысячи. Двигаемся дальше. Посмотрите, позасовешь на... Что тут интересного? Интересное что-то, да? А, ЗСУ, Лего. Конструкция 480. Пожарка для семейства. Пожарная Лего. Класс. Скорая 409 гривен. Это уже более крутой вариант. Ого. 6600. Ну, это целый город, смотри. Это целая сити написано. 6600. А есть такое маленькое, интересно, как раньше делать? Там за 5 гривен тачки. За 5 гривен Лего? Ну, это в 2005 году, наверное. Надо вернуться в прошлое. Мусоровоз, типа. О, мусоровоз Лего. 1400 гривен. Тоже класс. Класс. Вообще, да. Закадочная машина. Ого, прикольно. Киев автодортик. Ну, да. Это у нас яма во дворе. Так надо купить такую машинку за 349 гривен и заделать яму. О, меськи, трамвай. Прикольно. 1029 гривен. С мамкой там работала, надо купить. Купи. Ого, медведь какой огромный прям. Даже весь не помещается в кадр. Ничего себе. Смотрите, моя рука. И вот какой он такой масштаб. Прям класс. Можно подарить своей второй половинке на какой-то праздник. Пришли в отдел с мужской одеждой. Рубашки. 229 гривен. Скидка. 42 процента. Что еще? Кофта. 459 гривен. 16 процентов. 249. Ого, хорошая цена на футболку. Такого интересного дизайна. С воротником. Серая пола. 249 гривен. Примерно 6 долларов. Тоже 249 гривен. Мужская футболка. Розовая. По 249 гривен. Джинсы 549 гривен. Но они, конечно, без акции. Футболочка. 399 гривен. 459 штаны. А шорты. 329 гривен. Так, вот центральная аллея Асана. Давайте посмотрим цены на водку. 0,7 водки. На данный момент в Украине 155 гривен. А 1 литр. 199. Вот есть еще элитный алкоголь. 649. Но алкоголь лучше не употреблять. Просто чисто показываю вам акции. Есть газировка. 60 гривен. 90 копеек. Ментос. Чупа-чупс. Я похожую газировку. Тоже Чупа-чупс. Видел на ярмарке. Я тоже, да, не видел такого. Моршинская. 0,75. За упаковку 112 гривен. Моржо. Лимонад. 24 гривен. Что еще у нас по акции? Интересненького. Оливки. 59 гривен. Альба. Посмотрим цены на макароны. Вот. Ну, это, конечно, элитные макароны. 64 гривны. Заграничные. А вот наши. 21 гривна. 50 копеечек. За 450 грамм. Ярослав. Вот. Это Ярослав. Я знаю такой бренд. Текстиль. Но я так понимаю, они производят еще макароны. Ого. По чем такие макароны? 60 гривен. 60 гривен. Нормально. Конфетки. Миллениум. По 9,90. Молочко. Давайте посмотрим цены на молоко. 36 гривен. 50 копеечек. За бутылку. 870 миллилитров. Вот такие цены на молоко. На данный момент. О творог. 5-процентной жирности. 350 грамм. 52 гривны. И сколько копеечек, вы видите сами. Масло. 82-процентное. 180 грамм. 72 гривны. Подвигаемся дальше. Мне нужно приобрести йогурт. Творожочек. О, Андрей увидел какую-то скидку. Что ты там нашел? Рассказывай. Давай. 18 гривен. 18 гривен. Ого, класс. Так возьми и сейчас выпьешь. Я просто такой йогурт не люблю. Это йогурт из казинового молока. Лучше такой обычный. Фермерский. Из казинового молока. Бери фермерский. 9 гривен. 10 гривен. Вот такой йогурт. Класс вообще. Снимаю, сейчас выпить. Да. Хорошая акция. Хорошая скидочка. Повезло сегодня. Так, возьму творог. 180 грамм. 5% жирности. Ягутынский. Вот. Такой классный творожочек. Срок годности до 17-го. Вообще класс. Может еще 16 дней лежать в холодильнике. И не пропасть. Потому что сейчас не отключают электричество. Двигаемся дальше. Сколько же у нас сейчас стоит кефир? По акции 1% жирности 42 гривны. Давайте посмотрим цены на яйца. Вот одно яйцо 2 гривны 50 копеечек. Тоже хорошая цена. Так, видим йогурт. Галичина. По акции 24 гривны. Так, вот возьму 1 с черницей. 1 со злаками. Не знаю, пускай будет. Но ужин как раз супер. Едем дальше. Готовые завтраки Несквик. И в подарок еще разрисовка. Класс вообще. Можно и кушать, и что-то разрисовывать. Вообще шикарно. Вау, арбузы. Смотрите, сколько классных, красивых арбузиков. По 16 гривен. Класс вообще. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять. Пять палетов арбузов. Даже шесть. Сколько, да? Да, шесть. Вообще шикарно. Вот видим еще голубику. По 149 гривен. Прям ее очень много. Рыбка. Креветка. По 39 гривен. За 100 грамм. И ее уже все разобрали. А креветка по 35. Вот лежит, ждет своего покупателя. Что еще? Филе форели. 53 гривны. За 100 грамм. И давайте посмотрим цены на куриное филе. 152 гривны за килограмм. Вот еще такая интересная инсталляция летняя. И сверху располагается такой фламинго. Следит, чтобы ничего лишнего не взяли. Вот еще у меня закончился лаваш. Очень вкусный. Армянский. Со вкусом сыра. Вот он. По 17 гривен. Беру. Сюшки. По 23 гривна. Ого, Андрей увидел американский хлеб. Прикольно. Сколько он стоит? Ну, он был. А, 123 гривны. Американский хлеб. Ну, неплохо, да? Да. Обычный хлеб. 28 гривен. 90 копеечек. И тут его пекут. Очень вкусный, хороший хлебушек в Ашане. Чиобата. 24 гривен. Ого, какой большой. На большую семью, наверное, 42 гривны батон такой. Он прям вообще гигантского размера, да? Багет по 14 гривен, французский. Едем на кассу. Давайте посмотрим, что же купил. Вот йогурт 26 гривен. Йогурт 24, творог 36 и лаваш 20 гривен. В общем, все получилось 108 гривен. Такая закупочка. Еще раз. Всех поздравляю с таким потрясающим праздником. Пишите в комментариях, вы сегодня освящивали мед или же нет. Будет интересненько почитать. Вот цены еще на пиццу. И на такой красивой, вкусной ноте заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Благодарю всех за просмотр, дорогие друзья. Желаю мира, добра и хорошего настроения. До новых встреч.